Всем привет, друзья! Сегодня, как и обещала, будет прямой эфир. Мы поговорим про Новый Год в Америке и в Англии, также про Рождество. Сейчас включу презентацию. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с приближающимися праздниками, в частности, с Новым Годом. И что сегодня будет на прямом эфире, вот нужно посмотреть следующий слайд. Мы сегодня поговорим про лексику, какие-то слова, которые связаны с этими праздниками. То, что вы будете сталкиваться при поездках за границу, при общении на тему Нового Года, Рождества. Да, обогащение лексического потенциала, то есть новые какие-то слова выучим. И также это расширение общего кругозора, потому что, думаю, то, о чем я сегодня расскажу, не все знают о каких-то особенностях традиции. Традиции празднования Рождества или Нового Года даже не только в Америке или в Англии, а также в других странах. Например, мы сегодня поговорим про какие-то европейские страны, как там празднуют Новый Год. Так, вкратце затронем эту тему. Да, то есть ознакомимся с традициями празднования Нового Года в целом в мире. Но в основном, да, мы разберем просто слова, с которыми вы точно будете сталкиваться при общении с носителями языка. Да, Рождество. Я думаю, что все знают, что Новый Год по-английски это New Year. Рождество – это Christmas. Здесь мы не произносим букву T в слове Christmas. Она не читается, она не произносится. Значит, Рождество – Christmas. So, Christmas and New Year in Great Britain. То есть Рождество и Новый Год в Великобритании. Вообще, само слово «праздник» в английский, не только Новый Год, любой праздник – это Пасха, День Рождения, Хэллоуин – это все слово «Holiday». Конечно, если это множество, мы добавляем букву S. So, it's holidays, праздники – holidays. Ну, тут можно тоже сразу посмотреть пример, то, что New Year is a great holiday in our country. То есть Новый Год – это great – вообще может переводиться как огромный праздник в нашей стране. То есть то, что имеет значение. Да, будем все делать быстро, потому что сейчас время очень быстро, и не буду, как бы, задерживать ваше внимание. То есть сразу переходим к делу. New Year is a great holiday in our country. Да, в нашей стране, конечно, Новый Год – это, наверное, самый большой праздник. Но сегодня мы поговорим больше не про нашу страну, скорее, мы поговорим про американский праздник – American Holidays. То есть как все-таки празднуют Новый Год в Америке или в Англии. Если остановиться на слове holiday, как вот, например, сказать то, что, допустим, Новый Год – это мой любимый праздник. Любимый – это слово favorite. Тоже советую запомнить это слово, потому что favorite – это можно говорить про любые вещи, которые являются нашими любимыми вещами, которые нам очень нравятся. Например, мой любимый праздник – my favorite holiday is New Year. И еще раз повторю, что будем быстро разбирать слова, потому что я даже когда сама смотрю какие-то эфиры, либо, то есть бывает, что спикеры очень долго, как бы, затягивают, то есть много воды. Я так не люблю, поэтому надеюсь, что вам нравится такой формат. Вот, поэтому я ценю свое время и ваше время, поэтому будем быстро все разбирать. Значит, да, my favorite holiday is New Year. Да, вот как сказать то, что, например, я люблю зимние каникулы. Вообще, holiday – это, да, праздники. Скорее, то, что я люблю зимние праздники. I love winter holidays. То есть, да, можно сказать, вот как предыдущий слайд, то, что my favorite holiday is New Year. Но, то есть мой любимый праздник. Если мы хотим сказать, что мне что-то нравится, можно сказать I like, либо же I love. В принципе, love – то можно говорить и любить про какие-то вещи, которые нам нравятся, но оно будет более сильным, чем like. То есть, как бы, я очень люблю, например, новогодние праздники. Да, мы знаем, что зимой, в принципе, есть достаточно много праздников. Наверное, зима наиболее богата на разные праздники. Можно также вспомнить, наверное, это совсем для начинающих. Какие все-таки есть у нас зимние месяца? Это декабрь. То, что сейчас, конечно, это December. Ну, это уже почти что январь. Январь у нас это January, то есть там отличаются произношения. Январь – это January. Также февраль – это February. Февраль – такое произношение. Да, то есть много есть, достаточно праздников зимой. Но мы сказали также про любимый, конечно, наш праздник – это Новый год. Но есть также слово, вот если говорить про праздники новогодние в целом, это Новый год также является, конечно, главным праздником. Вот на следующем фото, на следующем слайде можно посмотреть, как сказать, главный праздник. Главный – это main. То есть Новый год – это один из самых главных праздников, в принципе, не только в России, но также и по всему миру. All over the world. Значит, main – это главный. Праздновать – это может переводиться как celebrate или celebration. То есть если холид – это праздник, само слово праздновать – это celebrate. Можно посмотреть вот это слово в следующем примере. То, что people all over Britain celebrate the passing of the old year and the coming of the new. То есть люди по всей Великобритании, они празднуют. Passing – это как бы уход старого года. Passing of the old year and the coming. Кам – это приходит, то есть как бы приход Нового года. То есть прибытие Нового года. So they celebrate – это не праздник. Да, то есть это вот то, что, в принципе, связано с Новым годом. И поговорим про слова. То есть какие такие топовые слова, которые, чем ассоциируются у нас Новый год, с какими вещами, с какими словами мы точно являются как бы неотъемлемой частью этого праздника. Конечно же, это Christmas tree – это рождественская ёлка. Christmas tree – там есть два варианта, наверное. То есть либо Christmas tree, либо ещё можно говорить New Year tree. Тоже будет правильный. В принципе, один из вариантов можно использовать. Вообще в Англии, в Великобритании, как правило, мы потом об этом поговорим. Ну, потому что всё-таки главный праздник – это Рождество. Поэтому всё-таки ёлка нам больше ассоциируется с Рождеством. Поэтому можно использовать Christmas tree. Вообще, да, ёлка – это либо Christmas tree, либо New Year tree. Но само... И вообще ёлка как порода – это Fear Tree, то, что здесь написано. Да, it's a sign of everlasting life. То есть это как бы символ непрекращающейся жизни. То есть то, что длится всегда. Because its leaves are always green. Потому что листья ёлки всегда зелёны. Так, поэтому... Ну, конечно, если у нас ёлка больше ассоциируется с Новым годом, с Рождеством, потому, как правило, никто не говорит. Верб троге всегда будет слышаться либо Christmas tree, либо New Year tree. Так, это мы сказали. То есть то же самое слово, которое мы сегодня разбирали. Main – это что-то главное. То есть Christmas tree is one of the main symbols of Christmas. То есть рождественская ёлка – это один из главных, конечно же, символов Рождества. Main symbols. Так. Как будет украшать ёлку, да? Украшать новогодний деревь? У нас есть похожее слово. Это слово decorate. Украшать, то есть декорировать. So on the New Year day we decorate the New Year's tree and flat. То есть Новый год. В день Нового года мы украшаем новогоднюю ёлку и квартиру flat. Вот ещё можно посмотреть пример со словом decorate. People decorate a tree with toys, colored balls and colored lights. То есть люди украшают ёлку чем? Нужно добавить предлог виз. То есть игрушками, то есть цветными шариками, colored balls and colored lights. И не видно слово, и света. Конечно же, люди также decorate, люди также украшают и дома. People decorate their houses. Можно, кстати, на следующем фото посмотреть, как пример, как украшают дома в Англии или в Америке. То есть вот так красиво. People decorate their houses with electric lights. Да, здесь написано электрическим светом, например. У нас, в принципе, это не так распространено, но в Америке это достаточно популярная традиция. Также, что ещё ассоциируется с этими праздниками? Особенно и у нас в стране. В Америке, в Англии, это decorated streets. То есть это украшенные улицы. Например, cities and towns in America sparkle with bright lights and decorations. То есть города и маленькие города в Америке sparkle with down. Сияют, то есть не сияют ярким светом и украшениями. Decorations. Ну, например, в Бразилии, если так говорить про страны, although Christmas falls during the summer in Brazil, то есть несмотря на то, что Рождество вообще выпадает во время лета в Бразилии, есть тоже такая интересная традиция, то, что sometimes pine trees are decorated with little pieces of cotton that present falling snow. То есть иногда pine tree – это сна, её украшают маленькими частями хлопка, который как бы символизирует падающий снег. that present falling snow. То есть такая интересная традиция. Также on Christmas Eve London is decorated too. То есть degrade. Вообще Christmas Eve, вот если Christmas – это Рождество, Christmas Eve – это канун Рождества, то есть, как правило, ночь перед Рождеством, то есть время перед Рождеством, или New Year Eve. Всё, что Eve – это вот канун чего-то. То есть в канун Рождества также, конечно же, украшают Лондон. Например, то, что мы видим здесь на фото. Также тут касательно слова decorate – украшать. There are some traditions at Christmas. То есть people decorate. Что ещё могут украшать? Это outside of houses, то, что мы сказали, то есть снаружи зданий, то есть домов. Это offices, офисы, shops, магазины, office buildings, то есть офисные какие-то здания. With lights, светом, illuminated slates. Slates – это сани, snowmen – это снеговики и другими рождественскими какими-то фигурами and other Christmas figures. Что ещё у нас ассоциируется с Новым годом? Конечно же, это подарки. Подарки по-английски – это presents, нужно посмотреть, как пишется это слово. Presents – это подарки. Например, как сказать, тоже больше для начинающих, наверное, то, что если мы хотим сказать, что, допустим, подарок для кого-то. It's present for you. То есть там будет использоваться предлог for. Present for you, present for me, то есть подарок для меня. И если мы хотим сказать, что я хочу, например, примерно от Деда Мороза или на Новый год. То есть мы говорим I would like. Это стандартная фраза. И использую также в кафе, в ресторанах, то есть когда мы хотим попросить кого-то о чём-то. I would like coffee. Или, допустим, что я хочу на Новый год. I would like. Это лучше, чем говорить I won't, потому что I won't – более такая сильная фраза, более резкая. Дарить подарки. Если подарки – это presents, дарить – это give. То есть как давать подарки, очень легко запомнить. Да, в английском give – это не только давать, также это дарить, дарить подарки. I like to give presents. Можно ещё пример посмотреть, то что on the New Year's Day we give presents to each other. То есть мы дарим подарки each other, друг другу. Ещё если говорить про традиции, конечно, в Англии, в Америке есть такая традиция, есть тоже такой праздник. Если мы знаем, что Рождество в Америке, в Англии празднует 25 декабря, то on December 26, то есть 26 декабря, есть такое событие, как Boxing Day. Boxing Day – бокс – это коробка, то есть это день, когда люди открывают подарки. Boxing Day is celebrated after Christmas Day. То есть этот день празднуется после Рождества. So Boxing Day is a public holiday. То есть этот день – это публичный праздник. People don't work on this day. People usually visit their relatives and friends. То есть люди обычно не работают в этот день, и они посещают родственников и друзей. Значит, да, дарить подарки – это give presents, открывать – это open. So on Christmas Day, people open their presents on Christmas morning. То есть на Рождество люди обычно открывают подарки на Рождество утром. They all are happy with what they get. Вообще слово happy, оно не всегда переводится как счастливый, также очень часто happy переводится как быть довольным чем-то. То есть когда мы говорим, что, например, я доволен своей работой. I'm happy with my job. Или I'm happy with this year. То есть как бы эти люди, они довольны тем, что они обычно получают какие-то подарки. They are happy with what they get. Быть довольным чем-то здесь тоже используется предлог with. Это подарки. Также с Новым годом и Рождеством, конечно, ассоциируется Christmas stockings. Но это тоже больше трагиция за границей. Stockings – это такие длинные носки, чулки. Это Christmas stockings. Тут, в принципе, то, что мы видим на фото, куда обычно кладут подарки. Например, в Англии на Рождество. Ещё, конечно, ассоциируются Christmas cards или greeting cards. То есть это открытки, которые мы отправляем на праздники. Ну, сейчас это, наверное, больше онлайн-открытки, но всё же. So, Christmas cards are illustrated messages. То есть рождественские открытки. Это какие-то иллюстрированные сообщения of greeting, то есть поздравления, приветствия. Exchange between friends and family members. То есть которыми обмениваются друзья или члены семьи during the weeks preceding Christmas days. То есть в течение недели перед Рождеством, то есть которое предшествует Рождеству. So, the traditional greeting cards is wishing you Merry Christmas and Happy New Year. Вот можно посмотреть в статье пример каких-то cards, то есть новогодних открыток. здесь можно посмотреть такие красивые тоже открытки, которые популярны в Англии, например. Это же стандартная фраза, в принципе Merry Christmas. К сожалению, сейчас, конечно, такие открытки бумажные, они уже не сильно популярны, то есть которые мы уже в реальной жизни отправим. Ну, в принципе, можно посмотреть хотя бы поностальгировать немного, вот как они красиво смотрятся. Дальше еще, что ассоциируется с Рождеством, это и в Пчастовом Годом, это, конечно, даже dishes, это блюда разные, Christmas dishes. Если у нас, наверное, самое популярное новогоднее блюдо, это салат Оливье. Кстати, салат Оливье по-английски это Russian potato salad. здесь мы как бы спорим слово potato как картофель и salad. Чтобы мы просто говорим potato salad, лучше говорить Russian potato salad, это салат Оливье. Как вы думаете, что больше всего популярно за границей? то есть какое все-таки является традиционным, например, рождественским блюдом за границей? Pizza, hamburgers or turkey? Вообще, конечно, самый, наверное, популярный вариант того, что популярно за границей, это, конечно же, индейка. Christmas turkey можно тоже посмотреть. то есть English people celebrate Christmas day with a big holiday dinner. То есть кличане празднуют опять-таки celebrate, это праздновать Рождество большим семейным ужином, праздничным ужином. So families sit down to a big turkey dinner followed by Christmas party. То есть, конечно же, это индейка стандартная рождественская блюдо и также это Christmas party. Ну, там тоже написано turkey, potatoes, vegetables, например. Также ещё ассоциируются с Новым годом, конечно же, это снеговик, это snowman. Тоже можно посмотреть. Само слово снег это snow, снеговик, snowman. Тоже какие-то вещи, которые можно делать зимой. Вот нужно посмотреть. это play snowballs, play hockey, make a snowman. То есть, play snowballs, играть в снежки, play hockey, играть в хоккей, make a snowman. То есть, налепить снеговика. Sledge. Если slay, это сани. Sledge это кататься на санях. Watch snowflakes. Snowflakes это снежинки. Skate это кататься на конках. Go to the woods, ходить в лес. И ski, тоже популярный зимний вид спорта. это кататься на лыжах. Ну, еще с Новым Годом, конечно, ассоциируется it's time of friends and family. Это семья и друзья. Это parties, вечеринки and fun, веселье. также это время fireworks. Это фейерверки. Конечно, с Новым Годом ассоциируется fireworks. Это время resolutions, time for resolutions, тоже достаточно популярное слово именно про Новый Год. Resolutions это новогоднее обещание, которое мы даем сами себе. Resolutions это, как правило, только про Новый Год. Например, какие-то цели, которые мы ставим себе на год. So, realizations это реализация этих планов and a brand new year. Brand new это что-то совершенно новое. Да, то есть мы говорили про семью, про друзей. Christmas is a family holiday. Рождество это, конечно же, семейный праздник. Семейный праздник это family holiday. people they come home for Christmas to be with their families. Конечно, они приходят домой на Рождество, чтобы быть со своими семьей. Еще одно слово, которое можно запомнить, это prepare, это готовиться к чему-то, готовиться к празднику. Это слово prepare. Ну, вот можно повторить вот эти слова, которые мы сегодня разобрали. такие самые топовые слова, которые связаны с этими праздниками. So people began to celebrate Christmas many, many years ago. Люди начали celebrate, праздновать Рождество много-много лет назад. They began to decorate the evergreen tree. Все начали опять-таки decorate, украшать всегда зеленое дерево and give presents to each other и дарить подарки друг другу. They placed a large shining star at the top of Christmas tree. То есть, не размещали на шую сияющую звезду на верхушке рождественского дерева and many bright shining balls from top to bottom. То есть, немного ярких светящихся шариков и сверху, и снизу from top to bottom. Ну, конечно же, с Новым годом также ассоциируется, конечно же, Дед Мороз это Father Frost и более популярный вариант в английском это Santa Claus. Если мы хотим спросить у кого-то, например, веришь ли ты в Деда Мороза? Верить это believe. То есть, вопрос будет звучать Do you believe that Father Frost exists? Exist тоже достаточно популярный глагол, который переводится существовать. Do you believe that Father Frost exists? Мы также перейдем, наверное, касательно традиций празднования Рождества в разных странах. Есть еще хорошая поговорка в английском это so many countries so many customs то есть, так много стран, так много традиций. Customs по-английски это то же самое, что traditions переводится традиция. то есть, да, очень много стран и в принципе многие страны они по-разному празднуют Новый год. В принципе, там есть, конечно, какие-то особенности, то, что объединяет все, но есть какие-то ритуалы, какие-то традиции, которые характерны именно для какой-то одной страны. Что все-таки общего в принципе у всех стран, как обычно люди празднуют Новый год? Общее это самый популярный тип celebration это празднование, конечно же, это какая-то новогодняя вечеринка, either a family party or one arranged by a group of young people. То есть, это либо какая-то семейная вечеринка, либо что-то, что arranged, организовано группой молодых людей. Значит, this usually begins at about 8 o'clock, обычно начинается праздновать Новый год где-то 8 часов, and goes one until the early hours of the morning, и продолжается до утра, каких-то ранних часов утра. То есть, это the most common type of celebrations, это то, как обычно празднуют люди, практически во всех странах. Также, что еще объединяет традиции, это то, что people don't go to work on the day, то есть, люди обычно не работают в этот день, and children don't go to school. Также дети обычно не ходят в школу. В чем же все-таки отличие Рождество либо Новый год в нашей стране и за границей, в той же Англии? Вообще, здесь написано, что it's commonly believed that New Year's Day is less important in English than Christmas. То есть, вообще, принято считать, что Новый год он less important, то есть, менее популярный за границей в Англии, чем Рождество, если мы говорим четко про Англию и Америку. То есть, там, конечно, самый главный праздник это Рождество, у нас это Новый год. Это, наверное, главное отличие. Поэтому, да, там действительно Новый год менее важен. То есть, я даже слышала, что многие люди даже вот ложатся спать на Новый год, они его не празднуют, то есть, для них это несущественный праздник. Ну да, здесь тоже вот написано, что Christmas Day is the greatest holiday in England. То есть, мы уже сегодня говорили про слово great, то, что это что-то большое, значимое, то есть, Рождество это самый значимый праздник в Англии. То есть, it's interesting to visit the shops before this holiday, и это интересно посещать так, это интересно посещать магазины в этот праздник. Так, и вот еще то, что English people like this holiday very much, то есть, англичане очень любят этот праздник и готовятся к нему заранее and prepare for it beforehand, so they buy presents for each other, they try to send Christmas cards for their relatives and friends. То есть, Christmas это означает beginning of new life, то есть, начало новой жизни и новых каких-то начинаний. Сейчас я, полчаса уже пришло, сейчас я перезайду еще раз, сохраню этот эфир и присоединяйтесь через... Так, я вернулась, сложный разговаривать, делась бы кофе, поэтому... Значит, вторая часть, мы говорили про слова, которые связаны с Новым годом, также, естественно, это... Так, сейчас секундочку... да, мы начали говорить про традиции празднования Рождества в разных странах. Что еще хочу сказать, то что отличие, да, в том, что, в принципе, у нас Новый год это, конечно, самый популярный праздник в Англии, это Рождество. еще вот про традицию, мы сегодня говорили также про фейерверки, fireworks, то, что... то, что объединяет, в принципе, многие страны, это запуск фейерверков, a popular front is to start up fireworks, наша страна тоже популярна. Все-таки, если возвращаться к различиям, какие еще есть различия между нашей страной и Англией? Например, это то, что... То есть, еще отличие в том, что мы, конечно, смотрим речь президента в Новый год, в Англии, как правило, это речь королевы. They watch the queen on television. То есть, как она произносит рождественский какой-то message. У нас, конечно, такого нет. Если возвращаться еще про страны. Вообще, первое, например, одно из первых стран one of the first countries to observe the New Year, которое встречает Новый год, это Новая Зеландия. So, New Year's Day and the day after the New Year are public holidays in the country. То есть, Новый год и день после Нового года это общественные праздники в стране. То есть, да, Новая Зеландия, в принципе, одна из первых встречает Новый год. Еще такой интересный момент. Например, вот ниже написано, то, что Christmas in Sweden lasts for a month. Например, если мы говорим про Швецию, в Свиден, там Рождество длится около месяца. From 13 December to 13 January. То есть, с 13 декабря по 13 января. Это же такой интересный факт. Или, например, если говорить про Италию, то, что, например, в этой стране есть традиция to throw away old things, old furniture, например. То есть, я думаю, что, в принципе, об этой традиции многие знают. То, что в Италии есть традиция выбрасывать какие-то старые вещи, как правило, мебель. И, что интересно, directly from the window, прямо из окна в Новый год. Все это как символизирует то, что, ну, тоже есть там какое-то объяснение этой традиции. можно поискать в интернете, наверное, то, что избавиться от каких-то старых ненужных вещей или воспоминаний, например. Вот еще про страны. Посмотрим некоторые интересные традиции в разных странах. Вы можете постараться угадать какие-то... Если есть три страны, нужно понять, о какой стране идет речь. So, in this country people eat twelve grapes, twelve grapes, grapes это виноград. Если мы говорим про еду, про фрукты, grapes это виноград. As the clock strikes midnight. То есть в этой стране люди едят двенадцать виноградин тогда, когда часы пробивают полночь. As the clock strikes midnight. Насколько знаю, это достаточно такая смешная традиция, потому что в этой стране думаю, что вы уже догадались на то, что это Испания. Да, эта традиция существует в Испании. Многие люди встречают Новый год в принципе с виноградом во рту. То есть это выглядит, наверное, достаточно смешно. Но такая традиция действительно существует. Или вот еще один пример. In this country a bell struck is thirty-three times. То есть в этой стране в Новый год колоколазование тридцать три раза. То есть если у нас часы бьют двенадцать раз, то в этой стране это тридцать три раза. На самом деле это первый вариант It's Korea. То есть это в Корее. Там есть тоже объясняет эта традиция. Если интересно, можете поискать в интернете. Еще пример. In this country people wear white clothes in order to have good luck during the new year. То есть в этой стране люди носят белую одежду in order to для того, чтобы иметь удачу в течение Нового года. Да, so they wear white clothes. Это Бразилия. It's Brazil. In this country people who want to travel, take a suitcase and carry it around the house. То есть в этой стране люди, которые хотят путешествовать наверное в следующем году они берут suit case это фильмодан и carry то есть они носят его вокруг дома в канун опять-таки Нового года и New Year's и в тоже. Достаточно интересная традиция это традиция популярна второй вариант Минесуэла то есть традиция популярна в Минесуэле. In this country family dress a stuffed male doll то есть в этой стране тоже достаточно интересная традиция то, что в этой стране семьи наряжают или одевают stuffed male doll вот если мы сегодня говорили про игрушки то, что это toys stuffed toys или stuffed dolls это мягкие игрушки какую-то мягкую игрушку какой-то старой одеждой от каждого члена семьи from each member of the family and then burn it и потом сжигают ее символизируют forgetting all the bad things of the old year то есть то, что как бы символизируют то, что не забывают все плохое в старом году эта традиция популярна в Галамбии второй вариант In this country people wear masks to burn on December 31st то есть в этой стране люди носят вообще wear это слово которое как правило используется с одеждой то есть носить одежду носить маски какие-то аксессуары чтобы сжечь их 31 декабря to drive away bad luck чтобы отогнать куда плохую удачу то есть неудачу неудача в английском это bad luck плохая удача это будет третий вариант It's Ecuador еще одна традиция вообще их достаточно много но я выбрал такие наиболее интересные The first guest for the year brings fortune for them то есть первый гость в году приносит удачу для жителей этой страны He should be a male то есть это обязательно должен быть мужчина вообще male female эти слова часто будут тоже встречаться в английском особенно когда вы заполняете какие-то бланки какие-то анкеты там всегда будет два варианта это male и female male это мужского рода то есть He should be a male то есть это обязательно должен быть это должна быть это должен быть какой-то мужчина should enter through the front door он должен войти через переднюю дверь and bear some traditional gifts и принести какие-то традиционные подарки такие как love for the kitchen то есть love это ломать хлеба drink for the head of the family напиток для главы семьи and call to write the fire and и уголь чтобы зажечь огонь otherwise he isn't allowed то есть иначе ему не будет разрешено войти достаточно такая специфическая традиция что ни странно она существует первый вариант это Англия England то есть там действительно существует такая традиция еще вот один вариант they hide all the knives so that no one cuts oneself то есть hide это прятать то есть жители этой страны они прячут все ножи для того чтобы никто себя не порезал потому что это может быть отрезать всю удачу для камень то есть для приближающегося года special да кстати я не упомянула про страну это China то есть это популярно в Китае такая традиция еще последние две традиции это special attention is paid to to the first that occur on January 1st то есть особое внимание уделяется тому first это какие-то первые вещи которые occur то есть происходят 1 января general noted art то есть обычно то на что обращается внимание это first dream это первый сон мне кажется это очень интересная традиция можно даже взять себе на заметку то есть на что стоит обратить внимание 1 января это first dream это первый сон который вам приснился the first love первый смех the first sunrise то есть первый рассвет the first tea первый чай или кофе etc и так дальше то есть нужно think of all the first you can turn it up то есть нужно подумать про все первые вещи первые января которые с вами случились эта традиция популярна в Японии в Japan мне кажется достаточно в принципе популярный вариант можно тоже и воспользоваться и последняя традиция это white christmas a cake made of coconut crisped rice and dried fruit если у нас мы сегодня говорили про какие-то рождественские либо новогодние блюда white christmas то есть белое рождество это торт который приготовлен из coconut на кокос crisped rice то есть рассыпчат рис and dried fruit и сухих фруктов популярен в этой стране на самом деле здесь несложно догадаться потому что это Австралия это популярно в Австралии ну что в принципе это то что мы хотели сегодня разобрать то есть да вот мы видим что christmas has special magic for young and adult alike то есть рождество и новый год имеют какую-то особую магию special magic для молодых людей for young people and old alike и для взрослых старших людей то есть мы видим что в каждой стране есть какие-то особые традиции какое-то особое отношение к этому празднику so the new year's day is always connected with our new hopes and dreams то есть новый год он всегда связан с нашими надеждами и мечтами в принципе это то что мы должны были сегодня разобрать потому такие слова и напоследок еще я приготовила кое-что для вас напоследок мы разберем как же все-таки поздравлять правильно с этими праздниками мы разберем также отрывок из что отвечает на поздравление также мы разберем отрывок из популярной песни одну из самых наверное красивых песен про новый год но сначала повторим все-таки слова которые мы сегодня с вами разобрали так сейчас christmas is celebrated on the 25th of December значит рождество празднует 25 января 25 декабря извиняюсь это если мы говорим про Англию значит celebrate праздновать it's the most popular holiday in Britain это самый популярный праздник в Британии праздник мы сегодня тоже уже говорили то что это ходит before christmas people are very busy то есть перед рождеством в принципе перед новым годом люди обычно очень заняты they buy presents decorate christmas trees send greeting cards то есть они покупают presents опять-таки подарки decorate украшают christmas tree елку they send greeting cards они отправляют открытки on christmas eve как мы уже сегодня говорили и в это канун рождества parents put presents into the stockings то есть родители кладут подарки в носки stockings в принципе то что мы видим на фото as though Santa Claus brings them как будто бы Santa Claus приносит их britons prepare special food то есть британцы prepare готовить prepare это либо готовить что-то либо готовиться к чему-то например к новому году то есть британцы готовят особую еду and traditional english dishes are roast turkey традиционное английское блюдо является конечно же то что мы сегодня говорили это индейка turkey christmas padding and pies так то есть эти слова они обязательно будут встречаться мы разбираем только нужную лексику и вообще на своих занятиях я обычно разбираю только то чем точно будете сталкиваться при общении с носителями кстати пользуясь случаем хочу пригласить на уроки английского по skype я построил лучший и наиболее подходящий план обучения именно для вас вы можете звонить по телефону либо пишите мне в директе инстаграме я с радостью помогу в изучении английского мы построим план достижения именно твоей цели поэтому мы общаемся на английском вас в ваших увлечениях обсуждаем интересные темы поэтому обязательно приходите занятия проходят по skype либо в любом мессенджере то есть без проблем вы можете заниматься например ватсапе либо через телеграм от вас нужен только хороший интернет и в принципе ваше желание заниматься поэтому обращайтесь по ссылке я оставлю под видео и как все-таки да поздравлять все-таки с Рождеством или с Новым Годом здесь нужно знать слово wish wish это желать либо желание so wish you a merry Christmas это наверное самое популярное поздравление то что мы желаем вам счастливого Рождества and happy new year и счастливого Нового Года либо можно сокращенно говорить просто merry Christmas этого в принципе тоже будет достаточно да wish это обязательно тоже можно взять на заметку или это в принципе тоже в любой праздник holiday например день рождения мы можем начинать со слов I wish то есть я желаю тебе там уже можно что угодно добавлять как отвечать на поздравления в принципе если кто-то говорит merry Christmas можно говорить the same to you same это что-то одинаковое то есть того же самого желаю тебе the same to you это подойдет именно про Рождество про Новый Год только и последнее то что я говорила мы разберем отрывок популярной песни может быть это одна из самых красивых песен касательно Нового Года это песня группы ABBA мы разберем только маленький отрывок значит no more champagne and the fireworks are through я думаю что вы догадались о какой песне идет речь то есть больше нет шампанского no more champagne and the fireworks are through fireworks как мы сегодня уже разбирали это фейерверки fireworks are through это означает что фейерверки закончились here we are me and you то есть здесь мы то есть я и ты feeling lost and feeling blue feel это чувство это чувствовать чувствовать себя потерянными lost and feeling blue тоже популярна фраза многие не знали как ее перевести конечно мы знаем что blue это голубой цвет feel blue это на самом деле означает чувствовать себя грустно достаточно специфически звучит эта фраза но я ее очень часто встречала в английском то есть носители используют в речи она не какая-то устаревшая фраза либо редкая поэтому тоже можно взять на заметку смело использовать то есть чувство грустить and feeling blue it's the end of the party это конец вечеринки and the morning seems so gray утро кажется очень серо so unlike yesterday то есть таким не похожим на вчера now is the time for us to see и сейчас самое время сказать там уже идет припев happy new year это в принципе то что я хотела сегодня с вами разобрать в принципе еще раз поздравляю вас с праздниками и с приближающимся новым годом как мы сегодня разбирали слово wish это желание или желать загадывать желание это make wish обязательно загадывайте желание make wish и оно обязательно сбудется в новогоднюю ночь и so thank you for your attention спасибо за ваше внимание и еще раз happy new year поздравляю вас с праздниками с новым годом обязательно учите английский в новом году